Всем привет! Поговорим о любви. Поговорим. Что же такое любовь? Любовь это то, что вы сейчас видите на экране. Это хороший звук, свет и фон. И конечно же мы, да? Да. Все для вас, друзья. Делаем контент, стараемся. Кстати, между прочим, можно поменять этот фон. Давай, на нежный какой-то. Ладно, давай лучше оставим, как было. Ну а теперь перейдем к теме. Любовь. Любовь. Какое красивое слово. И все очень любят эту тему, особенно молодежь. Когда какие-то молодежные собрания, лагеря. И вот эта тема, любовь. И все прямо окрыляются, стреляют глазками. Больше всего песен написано на эту тему. Больше всего стихов. Но все-таки интересно, что такое настоящая любовь? Что она из себя представляет? Хотим, наверное, в первую очередь отметить, что мы будем говорить именно о настоящей, глубокой любви. Которая отличается от влюбленности. Это совсем другое. Но, конечно же, эти два понятия взаимосвязаны. Интересно, если задать вопрос, какие бывают виды любви, то их на самом деле несколько. Это у нас в русском языке просто любовь и все. И оно вмещает в себя очень много других понятий. А в греческом языке все прекрасно разложено по полочкам. Любовь – это не одно слово, а несколько разных, абсолютно разных понятий, которые вместе складываются в одну такую любовь. К примеру, бывает любовь Эрос, Филия, Людус, Сторге, Мания, Прагма, Филатия и Агапе. Но в этот раз мы хотим с вами порассуждать на тему о любви Агапе. Это совершенная любовь, любовь жертвенная. И почему мы хотим поговорить именно о ней? Потому что другие виды любви, они, так сказать, в узком смысле. Это любовь к себе, это мания к человеку, какие-то страстные чувства. Но все-таки любовь – это любовь, когда ты любишь не себя, а человека и готов ради этой любви пожертвовать всем. Вот если вам пришлось бы описать слово «любовь» одним словом, то какое это слово было бы? Лично нам приходит только одно слово – это жертва, действительно. Это жертва собственным временем, собственными интересами. Когда ты видишь, что твоей второй половинке что-то очень важно, ты где-то ущемляешь себя, чтобы подстроиться под его интересы, чтобы сделать ему хорошо. Некоторые говорят, что любовь – это такое чувство, которым надо наслаждаться. А зачем я буду любить и чем-то жертвовать? А зачем, если я хочу просто в этой любви купаться, и чтобы все было у нас хорошо? Но это уже любовь эгоистичная, потому что ты любишь не человека, а любишь то, что он может тебе дать. Например, если ты любишь человека, то ты готов простить его недостатки. То есть все принять, все полюбить от и до, с начала до конца, и все. Ты просто любишь вопреки. Это следующая тема, следующий пункт нашей темы, точнее. Любить за или вопреки? Все-таки как нужно любить? Как вы относитесь к этому? Нам тоже очень интересно. Любить за – это удовлетворять свои собственные потребности за счет другого человека. То есть ты не отдаешь любовь, берешь ее, питаешься этим, берешь то, что тебе выгодно, то, что тебе нравится. И рано или поздно такие отношения закончатся, так и не начавшись. Потому что что это за отношения, если в них нет любви? А любви здесь мы можем точно сказать нет. Очень многие люди иногда задаются вопросом, как можно любить и вопреки. Обычно мы, люди, любим любить за что-то. Но это, получается, опять же, не настоящая любовь, потому что, если ты любишь человека за то, что он, например, красивый, то, если он потеряет свою красоту, то, получается, разлюбишь его. Или, например, если человека ты любишь за богатство, за деньги, то, когда у него пропадет это богатство, то ты, получается, перестанешь его любить. И, получается, уже не имеет смысла любить, если ты не хочешь сделать эту любовь вечной. Класс. Спасибо. Также некоторые скажут, как я могу любить, вопреки, если, вот, например, человек-карлик, как я могу его полюбить, если мне нравится высокий, как вот я могу этого человека полюбить? Или если мне нравится худенький, а этот, там, вот такой вот большой, свой вес несет за собой, как я могу его полюбить? Конечно же, мы сначала влюбляемся в человека. Сначала мы смотрим на внешние параметры, там, высокий, стройный, красивый, брюнет и так далее. Потом мы, может быть, наблюдаем какие-то явные, самые лучшие черты характера, и мы понимаем, да, это он, там, или это она, точно, сто процентов. Но это не любовь, это влюбленность, это первые чувства, которые у вас возникают к человеку. И понятно, что у вас не возникнет первых самых прекрасных чувств к человеку, который вам внешне не импонирует. То есть, можем сказать, что сначала у нас появляется влюбленность, потом мы уже начинаем любить человека. Любовь — это нечто глубокое. Почему мы должны любить вопреки? Потому что, вот, мама, я думаю, что нас очень много мам смотрит. Родились у вас дети, рождается ребенок, вот вы в роддоме. И вы понимаете, что вы любите его просто как никого в этом мире, сейчас есть только вы, больше никого. Потом он подрастает, начинает шкодничать, шалить, драться, обманывать. И что, вы его перестаете за это любить? Конечно же, нет. Это безусловная любовь. Это выработанная, инстинктивная какая-то любовь, которая не может пропасть. Это точно так же описывается Божья любовь, как Бог любит людей, своих детей. Хоть иногда бывает, что эти дети непослушные и не всегда делают то, что Бог хочет, но он все равно их очень любит. А так представить, да? Господь создал столько людей, они все настолько разные, преступники есть, и Господь любит каждого просто не за что-то, не за его какие-то лучшие качества, потому что нету идеальных людей, а он просто любит вопреки всему. Это совершенная любовь, жертвенная, агапы. Вообще, эту совершенную любовь, агапы, нельзя понять этим серым веществом, этой коробкой. Это можно только почувствовать, и это наивысшая любовь. Даже как написано, что нет большей той любви, если кто положит душу свою за друзей. Я думаю, что и нет у нас совершенных людей в этой практике, чтобы мы любили просто вопреки всему, всегда и всех вокруг. Конечно же, вот в семье мы муж и жена, мы волк оба каждый день, мы любим друг друга, мы стараемся что-то для этого делать, трудимся. И нам, ну вот как-то нам легче, да, друг друга любить. А представьте, любить вот того соседа назойливого, который каждый день с утра до вечера сверлит вам стену, и когда вы просите его, пожалуйста, потише, у меня дети спят, он все равно сверлит и сверлит, и бесконечно это делает, и вам нужно его любить, любить вопреки. Не за то, что он хороший сосед, и вы можете у него одолжить соль, а вопреки всему, вопреки тому, что он делает назло вам. Вот это, конечно, не постичь. Нужно к этому стремиться, стремиться и, конечно же, усердствовать. Потому что это одна из самых главных заповедей. Это возлюби ближнего, да, всех, кто вокруг тебя, а не только близких, не только родных. А что толку, если ты любишь только тех, кто любит тебя? А попробуй любить и прощать тех, вот, которые тебя не любят, которые, вот, ненавидят тебя. Есть такая история, когда, помните, Моисей вывел народ израильский из Египта, он пошел на гору, а израильтяне стали там сразу делать себе тельца золотого и так далее. И когда вот Моисей общался с Богом, то Бог сказал ему, смотри, что народ делает. И он начал на это говорить Моисею, слушай, я уничтожу этот народ. И вот интересно, как Моисей заступался за этот народ, который наверняка достал его, замучил. Но Моисей, он настолько любил этот народ, очень непослушный и жестоковыйный, что он даже сказал такие слова Богу. Он не сказал просто, если ты уничтожишь их, тогда и меня уничтожь. Нет, он там вообще такие слова сказал, от которых у меня просто мурашки по телу. Он говорит, если ты уничтожишь этот народ, то тогда вычеркни меня из книги, которую ты вписал. Вот все мы хотим быть спасенными, быть записанными в книге жизни. А представляете, такие слова сказать, если ты уничтожишь этот народ, то ты, по сути, вычеркни меня из книги жизни. И Бог, он просто увидел вот эту любовь, вот эту совершенную любовь, что он сказал, хорошо, я не буду уничтожать. То есть, это то, к чему мы все должны стремиться. Это то, чего больше всего Бог хочет от нас. А представляете, это не пять человек, не десять, это огромная масса людей, которые постоянно ноют, постоянно говорят, да ты достал нас, Моисей, куда ты нас ведешь. Мы ходим, 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 так и никуда не приходим. Не верят Богу, ропщут. И Моисей, наверное, просто уже не знает, куда деваться от этого народа. Он даже поименно не знает этих людей. И насколько он их любит, просто удивляешься, что мы тут не можем соседей полюбить, да, ну, грубо говоря, которых мы знаем, которые нас просто немножко раздражают. А это целый народ просто удивительно. Надо всем стремиться к такой любви. Что касается семейных отношений, касается любви мужа и жены, что же такое любовь, я думаю, здесь все очевидно и понятно, что она не вот такая вот, вы поженились, и любовь пришла. Конечно же, нет. Любовь – это поесть на ужин Лука и дышать на мужа. Он все равно тебе ничего не скажет. Я ее не чувствую вообще-то. Правда? А ты, кстати, тоже ее не чувствую. Ну, видишь как. Стоя себя чувствую. Это любовь. Хотела сказать, любовь – это не чувствовать запаха лука. Это как у детей спрашивали вопрос, что такое любовь, и там они писали ответ. Какой-то ребенок тоже написал, что любовь – это когда девушка надушилась, а парень одеколонился, и они вместе нюхают друг друга. Вот дети все отмечают. И поддерживаю слова Танюши насчет того, что счастливая семья не появляется вот так сразу. Счастливую семью нужно создавать. Так же самое с любовью. Любовь не нужно искать. Любовь нужно создавать. Если мы у Бога просим о любви, то Бог не будет давать тебе такую любовь, он и ты стал любить, да? Люби всех. Я всех люблю. Ура! У меня крылышки амура выросли. Наоборот, Бог будет посылать тебе таких людей, которых любить невозможно. Да как его можно любить? Но чтобы у тебя эта любовь вырабатывалась. И если мы просим у Бога любви в семье, то, конечно же, он будет посылать такие обстоятельства, которые будут учить нас еще больше эту любовь проявлять. Никакие чувства не выдержат, если над ними не работают. Если вот есть у вас основание семейное, вот этот домик, да, такой, который ваша семья, который вы построили, вы в нем живете, образно говоря, да, дом — это семья. Что будет, если вы надолго уедете со своего дома, который вы построили, в котором вы живете? Вы перестанете его топить, он начнет циреть, его некому будет обживать, начнут сыпаться потолки, не знаю, рушатся стены, потому что в доме никто не живет, никто не работает над ним, никто не трудится, да, для того, чтобы дом имел свой самый красивый вид. То же самое с семьей, если вы не трудитесь, если вы не строите ваши взаимоотношения, то ответ очевиден. Самое главное — стараться быть чуткими, поддерживать друг друга, идти на компромиссы и чтобы было вообще желание. А еще то, что нам мешает любить, — это эгоизм. В первую очередь нужно избавляться от своего эгоизма. Да, конечно, любить себя нужно в правильных пониманиях, в правильных рамках, но чаще всего эгоизм мешает нам пойти на уступки другому человеку, поломать свое «я», вопреки всему, да, любить человека, вопреки своим каким-то обидам и так далее. Просто самое главное оружие против любви — это эгоизм, и нужно от этого оружия избавляться. Я бы еще добавил, кроме эгоизма, равнодушие, безразличие тоже, что очень сильно является противоположностью любви, что очень разрушает вообще семьи, и не только вообще семьи, и вообще отношения какие-то. Очень важно поэтому нам, друзья, гореть, включить мозги, друзья, чтобы вот, в конце концов, вот что-то сломать в себя, от чего-то отказаться, пожертвовать чем-то, чтобы вот гореть, друзья, быть горячими. Нам будет интересно почитать ваши мысли на эту тему. Обязательно пишите в комментариях. Но также, если вам понравилась эта тема и это видео, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал, потому что вас ждет впереди очень-очень много интересного и качественного. Поскольку оборудование есть, качественный контент будет расти и расти. С вами были Илюшина, Танюша. И помните, мы вас очень любим. Пока-пока. Нормально. Да. Я вот только думаю, надо, наверное, было все-таки фон поменять. На что? Ну да. Ладно, лучше этот.